Скажите, пожалуйста, если муж во всем идеален, заботлив и относится к жене как к святому в своей жизни, но один раз изменил. Жена его воспитывала, отдалилась, ушла на время. И когда мужчина искренне раскаялся, осознал свою ошибку, тогда жена его простила и вернулась. Как должна поступать жена, если такая ситуация повторится? Вы знаете, проблема-то здесь не мужа. Вот муж относился по-божественному женщину, уважал ее, ценил. Хороший муж? Хороший. Почему изменил? Потому что жена плохая. Мужчина изменяет, если жена его не любит. Мужчина нуждается в любви. Ему нужна любовь. Женщина является источником любви. Поэтому она может любовью обмениваться с кем угодно. Она может даже с подружкой почирикать и обменяться с любовью. Она может с детьми это делать, с тещей, в смысле с мамой, с кем угодно. В том числе и с мужем. А муж, он не является источником любви. Он заимствует любовью жены. И если у него любви не хватает, он сильно страдает таким образом. Ему нужна любовь от жены. Поэтому обязанность жены давать любви мужу столько, чтобы он был удовлетворен в жизни. Но если она совсем не дает ему любовь, очень гордится собой, потому что он считает ее богиней, она тоже себя считает богиней. Все классно. Результат какой. Он в нехватке любви ломается, потому что есть женщины, которые чувствуют нехватку отношений с мужчиной и готовы на все. Женщина без мужчины готова на все. И если она видит, что мужчина, женщины очень сильно просекают мужчин, которым не хватает любовь, они прям вот очень сильно просекают их. И начинает им глазки так раз, раз. И он пошел, 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 раз, прыг в постель, все, привет. Если жена не дает любовь, что мужчине делать? Надо понять, почему она не дает любовь, потому что мужчина не ведет себя по-мужски. Он не вызывает доверия, уважения, не вызывает верности, не вызывает того, что женщина хочет отдать любовь. Ну, то есть надо мужчиной стать, надо заботиться о женщине, надо ответственность взять за ее жизнь, надо уважать ее и так далее. Много чего надо, мужские есть же обязанности тоже, не только женские. И тогда женщина рассмекает и начинает давать любовь. Это уже мужская тема, понимаете? Когда мы говорим про мужчин, мы говорим, что мужчинам надо делать. Когда мы говорим про женщин, мы говорим, что женщинам надо делать. Нет такого, что мужчины все хорошие, женщины им не дают любовь. Нет, мужчина тоже есть ошибки, почему жена не дает. Но это уже мужская проблема, а не женская. Если женщина думает о мужских проблемах, а мужчина о женских, тогда счастья не будет в семье. Вы думаете о своих проблемах. Я же говорю об этом не для вас, а для женщин. А вы записываете, да? Моя жена не дает мне любовь. Так записал, чтобы не забыть. Нет, я не для вас это говорю. Вы записываете то, что вам надо в лекции. Скажи так. Сколько раз можно так прощать? Очень много раз можно так прощать и нужно много раз прощать. Воспитывать, чтобы муж не решил, чтобы может изменять бесконечно. И жена все равно вернется. Знаете, я вам одну вещь хочу сказать. Вы в полной иллюзии находитесь. Вы просто поймите, что просто так человека судьба не наказывает. Если муж изменил, значит вы в прошлой жизни сами изменяли своему близкому человеку. Или уже в этой жизни. И просто примите это как наказание судьбы. Если вы так принятие, вы не будете выпендриваться перед своим мужем дальше. Изменил, значит я наказана. Не надо ему об этом говорить, конечно. А то ему понравится наказывать. Надо просто понять внутри себя, что произошло. Что достоин, то и получил. И так поняв это, настрой изменится. И к мужу будет лучше отношение, ласковее, заботливее. Надо с одной стороны наказать его за то, что он изменил. А с другой стороны дальше надо сделать вывод и начать уже с любовью относиться к нему, чтобы он больше не думал о других женщинах, его не тянуло. Вы поймите, что мужчина изменяет иногда без своего желания. Если ему в семье любви не хватает, он начинает сильно страдать. У него есть выбор. Три варианта. Первый вариант. Уйти с ушами в работу и дома не показываться. Там пыскать любовь. Второй вариант. Спиться. И третий вариант. Уйти в монахи. У Бога искать любви. Видите, все варианты для женщины не очень приятны. Поэтому надо просто понять, что надо выполнять свои обязанности, тогда муж не будет изменять. Как?